Рак Можно про татуировки больше не отвечать? Я тоже курю, чел. Поздравляю, мы умрем раньше, чем следует. Смайлики. О, у нас тысяча человек. Ничего себе. Это топ эфир. К нам сейчас придут арабы. Давно начал курить. Все не придут арабы, ты же не сястая тёмка. Да? А я вот был в Мехико-сити, до меня геи, да и ябголись. Ну, правда, это была гея улица. Да, я помню. Я ходил с Халковича, своих друзей. Геев на гея улицы? Нет, я случайно разобрел. Что думаешь о дуализме? Норм. В искусстве норм. Как альбом Джарахова. Есть композиции, которые можно послушать. Ну, мне всё понравилось. Что тебя подвигнуло сняться в клипе? Письмо для Джарахова. От руки. Да, написал мне лично. И расписался кровью. Подушил, знаешь, как в этих старых историях серебряного века. Как альбом Фейса? Говорили уже об альбоме Фейса. Презираю тебе, мразь. Взаимно. А ты говорил, что когда школа начнётся, меньше народа будет. Ну, вот тысяча человек пришло, я не знаю. Это топ эфир. Просто топ эфир, он как магнит. Это хайп-магнит, хайп-магнит. Он вот, он тянется ко мне. Это мудрейший. Какие сиги предпочитаешь? Предпочитаю вообще не курить, но как-то не получается пока. Смотри, это курил. Вот сейчас одну выкурил до смелости, чтобы с тобой пообщаться, чувак. У меня свой канал уже на 100к. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Лок-тар-угар. Что это означает? Нархунок, Украине, ещё скажешь? Я не знаю. Я не понимаю, что-то. Эх, почему ты такой... Время растягиваешь. Если бы. Я иногда замедляю время, а растягивать не умею. Слушал новый альбом Джарах? Вот да, слушал. Говорили уже. Дим, после самокруток пальцы не жёлтые? Нет, нет, ты крутишь такой. Я могу продавать скрученные самокрутки своими руками. Но они будут очень дорого стоить, ребят. Как ты думаешь, могут люди покупать самокрутку скрученную мной за 100 рублей? Ты мне докажешь, что это не твой кореш. На каждой самокрутке будет... Блядь, ну да, вообще. Можно сделать контроль качества. Можно купить бабку нанять, чтобы я крутил сидел. Да, с своими грязными ногтями. Да, ну, в принципе, это могу делать я. Можно поставить веб-камеру. В принципе, как я делал с сигнами, да, с 1000 сигн. Я просто ставил камеру, крутил самокрутки. Почему отсылать самокрутку каждому? Те, кто курит. Отсылую пачку или одну штуку? Ну, по-штучной, естественно, как в лаках 90. Одну штуку отсылать? Да. Это дорого слишком выйдет. Почему? Я не знаю. Ну, хорошо, тогда будем... Марка сколько стоит одна? Марка? Другая. Тридцать рублей. Ну, хорошо. Можно сделать пункты выдачи самой крутой скрученной мной. Ограниченный теракт. Можно тогда уже целую пачку накрутить, и тогда есть смысл отправлять. Господи, ты настолько уменьшил в Ютубе, что в инстаграм перебрался, сынуля, тупой убогий бомж. Инстаграм, на самом деле, по всем параметрам сейчас и по статистике, в скором времени будет опережать Ютуб. Да это понятно. Там и рекламодателей больше. Да, короче, тишина в студии. Тишина в студии. Тишина в студии. Я просто хотел сказать, чтоб ты понял, сделать ролик на Ютубе это целая процессия. Если ты считаешь, что я снимаю как реакции за 20 минут, да, как некоторые люди, которых ты смотришь, то у меня другой подход немножко, понимаешь. Вот. А в инсту зашел тут, поговорил, что-то залил. Это история момента, вот. Так что ты не прав. Он туда меньше будет подсыпать. А мышь як будет подсыпать? Зачем же? Я может что-нибудь другое подсыплю. Ларин где против? Будет. Но не Ларин против. Здравствуйте, Дмитрий. Говорит, будут ли еще видео на Ютубе? Конечно, будут. Конечно, будут. Вчера, позавчера вышла одна. Или позапозавчера. Так. Что-то тухло все. Одни и те же вопросы. Вот хоть кто-нибудь. Когда ремастеринг клипа, слова непонятны. Ну, на любом, наверное, ремастеринг сделаем. Ларинг-то лучше, чем Джираф Фахован. А зачем мне, зачем мне равняться с кем-то? Я не понимаю. Напрасно. Смотрел фильм «Сибирский цирюльник»? Да. Хороший фильм. Я тебя не знаю, но такой красивый. Я тоже тебя не знаю. Моё урод. Вика Мадейра. Когда тату сделал, вчера заживает. Ты еврей? Я, кстати, это не особо знаю. Вроде нет. Ты куришь? Ну, к слову, если это и так, то не страшно. Какие книги посоветуешь? Да просто читай. Что с ютубом куда катится? Никуда. Ощущение на ютубе такое, чтобы все загибались. Всем надоело. Всем надоело снимать. Всем надоело монтировать. Сняли. Ну, ладно. Ну, ок. Да? Да, Ксюша? Топ пустой. Форматов интересных от блогеров нету. Люди не радуют. В ТОПе. В ТОПе. В ТОПе. Все форматы управляют. Реклама. Телевизор. Форматы всем надоели. Все хотят что-то, что-то, что-то. Кто-то в оффлайн уходит. Пакет кальянный открывает. Кто-то видео снимает вот в сторону. Любишь енотиков? Я сам енот. По дедовской линии. Это на шее что, Дима? Коснулся было. Когда альбом? Ну, вот на стриме меня поддержишь? С альбомом. Все будет норм. А так, я же, блядь, не этот, не миллионер. Мне же писаться надо. Это же все расходы. Так что, от тебя в зависимости от части поддержишь и будет. Как относишься к ЛСП? Нормально. Хорошо. Мне понравился совместный трек-фит Фидука, ЛСП и Егора Крида. Там три холостяка. Нет. Ну, ну, короче, нет. Ну, образ. Образ. Образ трех холостяков. Я считаю, что неплохой дуэт покрывает абсолютно все категории бабья и возрастов практически. Я бы не сказала, что у Фидука образ холостяка, а он, скорее, наоборот, романтик какой-то. Ну, все же хотят выйти за это, за романтика. Романтика точно так хорошо, он тебе цветочки дарит. Да? Быть в этом лете, в том самом моменте, когда мы летели на байке, это пальмы и ветер, пальмы и ветер, фото пальмы в алом закате. Все деньги тратим. Он готов тратить деньги. Он, да, да, все, все, жизнь, жизнь, как будто вот только, блядь, из Ханое вернулся. Пиздец, плохая прическа. Блядь. Критикуешь, предлагай. Как за Данила Ангела? Да нормально. Проверточка. Сука, в Минске будешь? Вот, сука, пусть к тебе в Минске приезжает. Мой пидор. Живешь там же? Может, там же. Что делать будем, когда рэп выйдет из моды? Будем заниматься творчеством? Какая разница? Вот творчество много ипостасий. Какие сигареты кое-что? Скажу. Слушаешь Эминем? Слушал. Ларин, ты смотрел Капитан Марвел? Блядь, я не смотрю такие фильмы, извините. Кто лучший блогер, по твоему мнению? По моему мнению, лучший блогер, это Сергей Симонов. Он реально лучший. Он сумел сменить вектор ненависти, где он был королем дизлайков и складом для фур с дизлайками. Сейчас он просто хороший мужик вектор смотрит. Серега, привет. Я знаю, что он смотрит. Он писал недавно. Он вообще написал, запусти стрим, я тебя посмотрю. Давно не видел твою рожу. Так и начал. Что за формула на тату? Не знаю, я открыл. Короче, топ формул. Google картинка. Это вроде простая достаточно, самая простая. Привет, гей. Блядь. Спать и общайся где-нибудь в другом месте, не на моём стриме. Чё не спишь? Чё, сколько времени уже? Я встал недавно. Скажи привет, меня зовут... Не скажу как. Смотрел сериал Шерлок. Если да, то что о нём думаешь? Смотрел, но недолго. Как ты относишься именно к крематорию? Мусорный ветер, дым с трубы, плач природы, смех сатаны. В общем-то, отличная песня. Как бросить курить? Алан Кар, лёгкий способ бросить курить. Веда в Воронеж приедешь. Ну, наверное, с концертом только. Что у тебя за молекулы на плече? Малекула Бога. Салам алейкум. Асалам. Покажи петуха. Посмотри в зеркало. Привет. Чё тут, коментики такие. А что, что-то не понравилось? Где? Дима, это пиздец. Я не смотрел тебя около года. Это пиздец. Как ты изменился? Это хорошо или плохо? Это плохо или хорошо? Ты скажи главное мне. Потому что я могу всё вернуть. Вести татуировки. Там. Снова видики снимать на ютубе. Собирать миллионы просмотров на Ларин против. Прочую, типа, посредственную штуку мутить. Топовый эфир. Да, топовый эфир. Спасибо, что ты заметил. Топовый эфир. Это не шутки. Почитай что-нибудь. Посоветуй. Почитать. Почитать. Почитать статьи научные. Это охуевание. Где? Где охуевание, чувак? У тебя в жизни что-то не так? Передай мне привет, пожалуйста. Привет тебе. Плохо. Изменился в лучшую сторону, но видики лучше снимать. Да буду я тебе видики снимать. Дай мне немножко прийти в себя. В нового себя. Как ты оказался в клипе от Жарахова? Не знаю, проезжал мимо. Тут что-то какой-то движ едет. На байке. Смотри, от Жараховой зомби хуярит. На байке. Смотри, от Жараховой зомби хуярит. На байке. На байке. На байке. Думаю, дай заскочу, помогу. У меня с собой эфир вверх был. Так, клип. Эфир хуйня. Ну, блять, как бы. Тебя есть не ждали. Мои сообщения видно? Да, твои видно. Сын или дочь? Ни то, ни другое. Где находишься? Я нахожусь в джунглях. Сейчас у меня восход солнца. Я тебя нарисовал сегодня. Молодец. Привет, Кек. Ты был в клубе, Жарахова? Нет. Блять. Извините. Будет за бэкстейдж моей головы. Бэкстейдж моей головы. Нихера себе, это новый формат. Ну-ва. Как тебе альбом Жарахова говорил? Что за фотографии с детьми? Да это чужие дети. Я просто люблю чужих детей. На улице подходит? Ну да. Ну да. Общаюсь с детьми. С подрастающим поколением. Книги им советую. На курсы. На какие-то. Да дети моих друзей. Че ты пристал, а? Понимаешь, я уже стар. Все мои друзья уже обзавелись семьей. Женами. Какими-то детьми. Ну вот этой всей ненужной штукой. Я что-то так с ними тусуюсь. Все. Здравствуйте. Покажи тату. Зачем тебе это надо? Зачем? Когда будут свои дети? Да никогда не будет своих детей. Ты что ты пристал? Это как будто блять реалити шоу. Ларин взяла ребенка. Ларин взяла ребенка. Ты блять. С года в год. Шесть сука лет подряд. Ларин взяла ребенка. Ходите как-то этот эксперимент. Типа шахтать. Ну да, да. Сделал ребенка. Что? Чтобы ты с ума сошел. Зачатие. 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 А, у одного нашего знакомых с ребенком скоро может появиться. У кого? Потом скажу. Я даже боюсь представить. Да, да, да. Так. Шутничка. Кого? Шутничка. Эфир закончится. Поговорим. Ужасно. Эфир закончится. Поговорим. Ларин сделай ребенка. Да, да. Вот такой хаштать. Самое оно. Есть идея. Я его набью, а ты меня в историю. Базара нет. Вот они. Раз. Скриншот. Два. Три-четыре. Тут ты знаешь. Набивай. Ларин сделай ребенка. Молодец. Найс. Сокрай пластибы на укуле. Да лень мне что-то. Я думаю на нормальном стриме что-нибудь изображу. Ебать ты охуенно. Чисто знаешь что хочешь в жизни и делаешь это. Вот наконец-то. Наконец-то кто-то блять понял. Что такое мишура в моем понимании. Что нет. Спасибо тебе. Мы заплатим тебе если сделаешь ребенка. Сколько? Сколько? У тебя нет столько денег? Это расколько, да? Неа, неа. 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 Это слишком, слишком блять. Тупая афера. Как найти смысл жизни? Мне кто скажет. Дима какие из старых рубрики своего канала планируешь снимать? Я думаю Ларин Шага это можно сделать. Потому что я путешествую так или иначе. Но стремлюсь к этому. Потом всякие мнения. Какие-то творческие работы. Может интервью. Я недавно принял в очень интересном интервью участие. Ждите. Блять. Как он бьет? Слушай нельзя так делать. Что ты сделал? Ты чё меня пьезоэлемент ударил? Ларинг. Ты не слушал новый мужик? Слушал, а? Только. Ну да. Ты тоже пьезоэлемент. Сильно прям ударил. Ну так неприятно я тебе скажу. Вот. Видишь бьет. Да. Я не разумею. Ты не знала как устроена зажигалка? Я не знаю. Ты курс уже 19 лет. Взбуждение, да. Пиздец. Ты ёбнулся, иди слушай рок-н-рофл. Чувак, я его слушал. Да, нажми прям вот. Прям сейчас нажми. Что насчет банка спермы? Приезжай. Дима скажи. Может только банку спермы. Ха-ха. Восемь миллионов примерно воспитать стоит. Чё? А, восемь миллионов рублей стоит воспитать ребенка? Ну тем более, блядь, я лучше пущу это, ну, какое-нибудь более позитивное русло, полезное обществу, чем выращивание одного пузожителя в человека. Пиздец, зачем? Где мопс? Его слон съел. Когда реальность для самых маленьких? Ох, следующий формат. Отличный формат был. Шагает, норм будет. Да, да, Ларин, блядь, всё. Я тупой. Я как... Как? Как? Я как ребенок. Да. Черт. Черт. Ты как мопс. Я как мопс. Мопс где, блядь? Мопс. Жив, здоров, весел и уже забыл обо мне. Мы с ним расстались. Мы остались с ним друзьями. Ларин посоветуй фильм. Блядь. Какой у меня настрой? Прикольно. Про собак. Остров собак. Посмотрите Остров собак. Замечательный фильм. Блин, Андерсона, да? Да. С Андерсона снял. Замечательный фильм. 15 см это приговор? Нет, у меня 8. Я живой. Вот Ивлеева. Ивлеева, мне кажется, выносит больше деструктива в общественное сознание, чем курение. Ну, типа, что значит 15 см это не норма? У меня 8, еще раз говорю. 8. Вы вдумайтесь, блядь. Ивлеева меня даже не подпустит к себе, блядь, в одно здание мы с ним не будем. В одном здании консерватории, блядь, даже мы с ним, ну, в одно здание. 8, блядь, это 100. Ну, вот как у меня, вспомни. Да, блядь. Я с 8 лет мерею, постоянно 8. Ларин, смотрел «Ходячих мертвецов», да? Ты очень, очень немного, надо поставить хороший, блядь, да, сериал про психологию? Я весь видел, да. Нихуя ты стильный стал, как снейлкик, блядь. Так я и есть снейлкик. Курение, это скрытое желание ссать хует. Да, доктор Фрайт, именно так. Тима, ты слишком много куришь. Я переживаю за твоё здоровье. Я тоже, я тоже. Но я делаю иногда детокс, делаю паузы, не куры и всё такое. Но это, я брошу её, не переживаю, я тоже об этом думаю постоянно. Какие песни Элла нравятся? Какие? Тебе сказать название, которое тебе понравилось? Да, название, которое мне понравилось. Kill you. Kill you. Kill you нравится, да. И всё? Ну, ещё какая-то была, по-моему. Какая? Боль? Я чувствую. Боль, да. Да, она как новый эксперимент в его творчестве. Это вроде бы тоже чуть лучше. Почему ты поменял мировоззрение? В смысле, блять, мировоззрение не поменял? Я стою на тех же столпах, ёбаный ты пёс. Если моя оболочка чуть претерпела изменения, да, и я начал, как бы, потреблять дым снова. Просто стиль поменял. Да, стиль. Ебать, мировоззрение. Ты если раньше, раньше все эмо были, и чё теперь, блять? Они чё? Нравится уикенд? Поёт норму. Дай Боже счастья. Да, Господь нужен. Брось курить и вырасти. Да нет, я пытался, я говорю, я шесть лет же не курил. Какой шесть? Я не курил семь, наверное, лет. Тысячи. Десятого? Или одиннадцатого? Как-то так. Это много. Мне не сложно снова уйти. В чистоту сознания. Набей себе шестипалую руку Бога. Вау. Дима Як и Виолетта Тихонова передают тебе привет. Виолетте Тихонова, блять, с Тихоном вои. Салют. Главное имя прочитать. Хулиус обле стену украл. А, такое это. Эллсд или колёса. Фу. Какой, какой моветон. Какая пошлость. Какая пошлость, блять. Конечно же, не скажу. Я курю землю. Я курю архангельскую землю. У меня с собой килограммчик есть. Под Невзорово гасит сто процентов. Да. Невзорово забит татухами на лбу. Покажи татухи уличные. Блять. Ты Илон Маск? Да. Я Илон Маск. Покажи. 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 Он так говорит? Да. Он говорит, что есть вероятность один на миллиард, что мы живем в первичной симуляции, которая создаст симуляцию, в которой прогресс вырастит настолько, что внутри симуляции будет создана еще одна симуляция, в которой разовьется настолько, что внутри нее будет создана еще симуляция, в которой еще я могу продолжать так бесконечно. Потому что если прогресс технический... Какая бы симуляция по счету интересна? А это не важно. Даже если ты первая симуляция, ты уже проебал. Важно быть в первичной реальности. Хотя реальность тоже можно рассматривать как симуляцию, даже если она первая, в которой создана вся эта череда симуляций. Это интересная, кстати, мысль. Потому что у него основной довод следующий, что много моментов физически, которых нам объяснить, достаточно сложные. Очень жалостно. Да, и второй момент. То, что он не душит сигареты. У него даже дом сгорел. Короче, и второй момент это в том, что чисто логически, если технический прогресс даже замедлить в тысячу раз, то через тысячу лет все равно мы создадим даже игры, неотличимые от реальности. Поэтому привет симуляция. Димон пересмотрел Рик и Морти. Блядь, я это знал все еще до того, как это у нас реально. Я смотрел Рик и Морти, мне нравится это давно. Нам может не нравиться, но все это Матрица. Да, да, да. Илон Маск отличную песню написал. Смотрел сверхъестественное. Супер натуралов, да. Смотрел? Ну, конечно. И я когда учился еще в ВУЗе, на втором курсе. Ну, они давно идут, да, лет... Ну, они пиздец. 13? Винчестеры типа это. Столько вампиров убили, а ты даже не знаешь их имен. Я знаю Дима Сэн. Дима Сэн. Слышал фит Пипа. Да, Пипа и Тантосиона очень круто. Посмертный, конечно, респект. Дима, ты нервничаешь весь, обчесался уже. И у меня просто вши. Это же Петербург. Тут у всех вши. С мандовошкой. Да, 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 да. Раньше у знатных особ, вплоть до монарших особ, у женщин там царица, принцесса, вся эта хуйня. Короче, у них были... А, даже у Наташи Ростовой. Где они чистой красоты, да? Не существует. У Наташи Ростовой, да, была личная блохоловка. Знаешь, что это такое? Это такая трубочка серебряная. Вот ты видишь вшу, чтобы не хватать руками, ты раз ее так в этот стакан брал, зажимал пальцем, создавалась каким-то образом обратная тяга, и ты ее просто поднимал. Ты ну, как уяк? На, Сан Сергеевич, ешь. Ну, что ты в этом духе? Дима, верни чатру летку. Верну. Возможно. Блядь, ну там так сейчас погано сидеть. Совсем блюд не тут пошел. Что это у тебя на груди висит? Не знаю даже, как ответить тебе, чтобы это без мата. Вакуум. Вакуум? Да. Вакуум. Что бы еще раз мерч выпустить? Хотел бы? Да, хочу. Но это будет нечто более интересное. Бля, а что Ксюша тупая такая? Ты чего ее не учишь? Зачем? Зачем? Мне норм. Blackpink. Это телочки. Телочки пишут. А ты не смотри на моих телок. Это мои телки. Это мои телки. Все, несусь в мой телефон. Мои телки. Привет, телочки. Телочки, я вас люблю. Я люблю вас, телочки. Я люблю своих телочек. Ладно. И своих псов. Тут у них на аваха эти, блядь, и снапчата собаки-кошки. Ну ладно, все они без греха. Я не моюсь, например. Сколько Ксюше лет? Я знаю. Не знаю. Завтра в школу как повезу. Завуча спешу. Тогда стрим. Прямо сейчас. А, серьезный стрим будет? Будет. Сейчас. Время немножко. Этс. Дим, ты был в Астане когда-нибудь проездом? Будут ли еще музыкальные клипы? Конечно. Ты любишь мальчиков? Нет. Подолжен? Дмитрий, курение признак слабости. Ну ладно. Если такое категоричное. Будет ли фильтр? Фильтр? Фит с Эльдорадо. Фильтр. С Эльдорадо будет. И с Эмвидео будет. Но, блядь, после пятерочки только. Привет, пес. Здравствуй. Когда был в Харькове? Не был. Ты покрасился? Было дело. Спасибо. Не за что. Ну ладно. Короче, вопрос в таких прям вот, над которыми можно поразмышлять, пока что я не увидел. Что сейчас шесть? Е. Блин, не успел засклинить. Ладно. Ты все, сюда, ухой, 36-й ловишь везде. Нет, у меня дела просто. А, когда ты умрешь, я останусь на века. Татушка что значит? Не знаю, проснулся так. Привет, Ларик. Ты был в Харькове в Украине? Нет, нет, нет. Ну, хочу. Скинь здесь. Ты не просветал слова Харьков в слове Украина. Потому что я подумал про Харьков. В Ассоциативной ряда так сработал. Я не знаю. В Харькове в Украине. Ты в Архангельске? Да. Улица Садовая, дом 54, корпус 2, квартира 254. Береза Ха Ди. Какой следующий проект? Как же твое тян не нужны? Ну, они действительно не нужны. Женщинам и мужчинам нужны две вещи. Это шутки и спермы, как известно. А хуй мне это надо. Ты не шутить не умеешь. Не спермы. 8 сантиметров, как мы выяснили сегодня. И хуй 8 сантиметров. С любовью, Винцент. О, кстати, вот какой фильм я хотел посмотреть. Я вспомнил его название, и при нем не подсказал мой друг. Да-ня-о-о. Ван Гог с любовью. Винцент. Его надо посмотреть, его надо скачать. Надо потом его посмотреть. Я тогда зажал деньги идти в кино, но сейчас, думаю, пошло время. Почему решила заменить свой подход к роликам на ютубе? Потому что жизнь меняется. В рот берешь ты, секретарь, это что? А если ты будешь между мужчиной и женщиной? В Одессу будешь ехать? Буду лететь. Культура у тебя на высоте. Какая культура? Их много. Конечно же рэп-культура. Рэп-культура. Конечно. Мужик, привет из Казахстана. Приезжай в гости, очень хочу. А я был, знаешь, где, если не ошибаюсь, я был в Алмаде. В Алмаде, кто-то был, был как-то, не помню. Ну, был то ли с туром, то ли с туром, то ли еще когда-то. Нихуя себе. Как к руку относишься? Нормально. Скучаешь по Ивангаю? Плачу по ночам. Как тебе, Венфла? Норм. Нишевой. Следишь за политикой? Нет. Я слежу за обществом. Где больше всего, где больнее всего напевать? Мне было больнее подключиться. Это как-то так уж совсем синяки оставались. Крит или Хабиб? Тут главное правильно ответить. Я за Мэйвэйзера. Я за Мэйвэйзера. Отстаньте от меня. Ларин, что посоветит? А? Чего? Мэйвэйзер круче всех. Дим, твой Юпитер сохранился? Юпитер пятый? Если да, то давай видос с ним когда-нибудь. У меня тоже крышет костей. Блин, а где он состоит-то сейчас? Батя его продать хотел? Юпитер пятый. Братан был против. Я не знаю, сейчас гаражей у меня настроено, блять, много всяких деревянных. В одном из них может состоит. Радиохэд слушаешь, слушал. Лига чемпионов. Кто выиграет? Я. Я в FIFA играю, пиздец как бог. Ларин, будут новые клипы? Конечно, будут. Ну, в общем, все все узнали. Вопросов конструктивных немного. Дим, когда алмазную кнопку будешь скидывать в говно? С радостью, как только она появится. Вот ты поможешь мне ее получить? И как бы мы что-нибудь с ней придумаем. Это прикинь? Кнопка висит. Где? Ладно, потом я тебе объясню, где будет висеть кнопка. Я помню, ты ее хотел полететь. В космос. В космос. Переговоры с Роскосмосом ведутся. Но они не отвечают мне на письма. Поэтому я записал видеообращение к Рыловому маску. Но оно еще лежит. Видеообращение к Рыловому маску. Потому что это капсула времени, понимаешь? Когда у меня будет 10 миллионов, тогда у меня будет кнопка. Я возьму этот файлик. Еще 3PG. Это файл 3GP. Короче, знаешь, я снимал еще на Nokia. На старую. В 2008 году. В 2008 году я снял обращение к Рыловому маску. Он тогда вообще нахуй никому не нужен был. Он только PayPal продал. Я подумал, почему бы не записать. Он говорит, Илон Маск, помоги вывести кнопку золотую. Ой, золотую. Ты еще не начал еще видео снимать. Именно. Но я уже знал. Что тут будет. Да и Илон еще в космосе не был в 2008 году. Ну, не важно. Куда собираешься двинуть в ближайшее время? В космос. А ты четкий. Как космос. Почему тебя так не любят? Ты же зайка. Гребаный Хованский. Я люблю, и мне не нужен повод. Не... Как у Сприна было? Короче, ладно, вспомню, потом скажу. Зачем сделал тату на лбу? А ты не на лбу, это уже на черепе сказали. Скорее, лопнули. Да? Или на лбу все-таки? Ну, да волос лопнуем. Ну, ладно. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши ресурсы. И до новых встреч. Пока.